Натан, я послала вставила от себя, чтобы не падала. Нет проблем. Он называется СОД-11. Нет. Хорошо. Добрый день всем присутствующим. Я хотела сначала немного отнестись к тому вопросу, о котором мы говорили в прошлый раз, хотя более-менее некоторые ответы мы уже дали. Я спрашивала Татьяна, у нее был вопрос по поводу того, как, в каком порядке все человечество прибудет к седьмому дню. Может быть, будет кто-то, кто придет раньше, может быть, кто-то придет позже. Почему там некоторые народу могут оказаться раньше, например, народа Израиля, его ступень как бы будет выше, как я поняла Татьяну, и к сожалению, ее нет сегодня. Может быть, она придет потом или разъяснит свою мысль больше. Но как мы тогда сказали, мы привели пример, что это одна из частей тела человека. Все человечество как бы в одно единое тело, а народ Израиля – это одна из частей тел человека. И невозможно себе представить, что одна из частей тела прибудет на место раньше. И аналогичный пример проводил Рафшерки, как я уже говорила, что народ Израиля, он, Рафшерки, приводил слова Махарали, что народ Израиля, как сердце среди народов, тоже один из органов, который каким-то образом объединяет все народы. И невозможно себе представить, что у кого-то этот день, седьмой человечества и восьмой день Всевышнего, настанет раньше других. Есть некая разница между нами и Богом, мы немножко находимся на разной временной шкале. Но внутри всего человечества наша задача увидеть его как единый организм. Не только теоретически, но и практически, чтобы он функционировал как единый организм. По этому поводу я хотела привести то, что говорит Монитул не в нашей книге, в нашей книге тоже есть, как бы временами он соотносится с этой идеей. Но там эта книга называется «Содмедраша толдот», то есть тоже «Тайна медраша родословий», если перевести на русский язык. И там больше, как бы, это другие редакторы эту книгу сделали, не Габриэла. Габриэла, она идет по некоторому курсу, который я говорила, это «Тайна еврейства». Но там три тома уже этого курса. Первый, который мы изучаем, это посвященный в основном Брия, но дальше будет дальнейшее развитие человечества, там третий том уже «Права». А это сборник, созданный из разных лекций Равашкин-Нази. И вот в этом сборнике, когда он говорит об Израиле и человечестве, он приводит несколько примеров. Я даже перевела несколько кусочков. Вот я его прочту, потому что это небольшие куски, я их и не хотела стараться. Каббалисты говорят, что человечество было подобно зеркалу. И это зеркало разбилось в поколение Вавилонской башни на 70 кусков. Тот, кто использует один из осколков, видит искривленную картину. То есть общая картина была в этом зеркале, она отражала какую-то важную картину мира, а когда она разбилась, у каждого остался какой-то кусочек, нецельный. При этом нельзя отрицать, что есть какая-то картина. То есть каждый народ, обладающий вот этим куском общего зеркала, он несет важный кусок картину мира. Но тем не менее это не полный кусок. Но он показывает только часть истины. Говорит Равма не тут. Вот такая картина, это один пример, который он в этой главе приводит. А второй пример, тоже очень красочный, он еще больше раскрывает нам, мне кажется, идею того, как мы приходим к мессианским временам. Человечество похоже на букет цветов. У каждого цветка своя роль. Если отсутствует какой-то цветок, букет будет неполным. Букет, который пытаются составить империя, это единообразие. Он составлен лишь из одного вида цветов. Букет мессианского проекта Израиля многогранен. Состоит из 70 разных видов цветов и вместе представляет собой настоящий букет. Я тут пропустила, конечно, там, о чем говорилось в этой главе. Сравнивать монетун. Тут подход империи, других государств, мол, хуёд то, что называется, царств. С подходом Израиля. Все человечество ощущает необходимость возврата к единой картине. И это, на самом деле, позитивное некоторое стремление, которое выражается в воле вот этих царств, империй, захватить мир, сделать мир единым. Но при этом вот это позитивное стремление, когда оно реализуется в истории, когда какая-то империя приходит к власти, она пытается навязать свое представление о мире всем остальным народам. То есть оно превращается в каком-то смысле в тиранию. Вот мы, носители окончательной истины, мы все заставим поступать и видеть мир так, как мы. Поэтому в конечном итоге, мы это видим, и в наши времена империи разваливаются, потому что они состоят из тех народов, которым мировоззрение, взгляд на мир, кусок картинки был навязан насильно империей. И оно не соответствует тому кусочку той картинки, которую этот народ должен отражать. Это вот, с одной стороны, позитивное стремление, которое есть в душе у человечества, создать общую картину на основе единства. С другой стороны, неправильное понимание единства, как навязывание своей картин. С другой стороны, букет мессианского проекта Израиля, это я уже потенцирую на эту монету снова, многогранен, состоит из 70 разных видов цветов и вместе представляет собой настоящий букет. Роли Израиля быть объединяющим фактором, который возвращает изначальную картину. Цель мессианства Израиля – объединить человечество так, что каждая человеческая семья, каждый народ сохранит свою уникальную роль. А Израиль выступает только как царство священников, и народ святой объединяет все. Здесь понятно, что, с одной стороны, роль Израиля, она в некотором смысле уникальна, не похожа на роль других народов. С другой стороны, она не означает, что Израиль обладает какой-то универсальной картиной, которую он хочет навязать другим. Его роль только в объединении, в способности восприятия и оценки, и принятия позитивного содержания каждой картины, позитивного взгляда, или позитивного, что есть в ментальности каждого народа, и научить их принимать один народ, принимать другой, и работать всем вместе. В этом смысле нет. Это просто особая какая-то роль. В ней нет ничего, никакого превосходства, на самом деле. Представим себе, скажем, вот у меня отец во время Второй мировой войны, он работал связистом. Это не стопроцентный эквивалентный пример, но нечто похожее. Связист, он ничем не выше и не ниже танкиста, или артиллериста, или пехоты, но он тащит этот свой шнур, таскал, когда сейчас все не так, во времена Второй мировой войны, он под обстрелом таскал этот шнур от одной бригады, от одного места к другому. И осуществлял объединение всей армии, возможность ее воевать всем вместе. Вот приблизительно так уже работал. Он ни лучше, ни хуже, он ни выше, ни ниже. Но у него есть возможность объединения, объединения разных народов вместе. Это по отношению к тому, что мы говорили в прошлый раз. Помимо этого, меня спросил Григорий по поводу личности Мессии. Может быть, я не совсем верна. Я не прямо цитирую, я не помню его, как он прямо выразился, но как я поняла его вопрос, у него возник вообще в принципе сомнения, по поводу Мессии. Как это может случиться? Вот придет Мессия и сразу спасет весь мир, как он понял. Как же так может быть? Человечество еще не поднимется на такой высокий уровень, а только приход Мессии может... А? А? А он тут? Тут нет? Нет, его нет. Да, что? Григория нет. Я подумала, может, он тут, может быть, он меня поправит. Нет, Григория давно нет. И потом, даже какой бы ни был праведный Мессия, это совершенно верное соображение, если все человечество еще не достигло определенного уровня, никакой самый гениальный, праведный царь или гений науки, искусства, религии, чего угодно, не может каким-то волшебством привести избавление всему человечеству и превратить его в праведного. И это мы видим много примеров в истории. Взять, например, историю с пророком Илья, который очень старался... Старался... Он был совершенно преданный всевышнему пороку Илья, и старался привести народ к исправлению, даже не к конечному спасению, а просто спасти народ от неминуемой гиблии, исчезновения. Он уже на том этапе историческом государства Израиля ощущал, что тот путь, по которому оно пошло, в те времена, когда было и Худа, и Израиль, тот путь, по которому пошло государство Израиль, оно ведет к гибели его. И в конце концов, постепенно-постепенно это все реализовалось. Но ему казалось, что если он сейчас производит какие-то неуверенные усилия, и добьется раскаяния народа, и все исправится. В какой-то момент он этого добился. Народ действительно вдруг осознал, что Бог он, Господь он Бог, Господь он Бог, и все вроде бы раскаялось, а потом на следующий день все это развалилось. Потому что нет никакого чуда, никакое волшебство, никакое внешнее давление не может кандинально вдруг изменить человечество. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть то, что я уже говорила в прошлый раз, но, может быть, было не совсем понятно. Когда Монету говорит об идентичности, о которой мы говорили в прошлый раз, что это идентичность, личность из поколения в поколение двигается в моральном плане, изменяясь и исправляясь от первого человека, от Адама и до сына Адама. И до того, что Монету называет сын Адама, то есть мессианский человек, и в каждом поколении есть какая-то конкретная личность, которая символизирует, выражает уровень этого поколения. В этом смысле сын Адама, идентичность, личность, все эти вещи, о которых говорит Монету, они имеют с одной стороны обобщенное значение, то есть характеризуют все поколение. А с другой стороны, в этом поколении есть человек, который олицетворяет его уровень, который выражает его уровень, который продвигает его уровень, скажем так. Поэтому, когда мы говорим о том сыне Адама, о мессии, о том человеке, который придет в конце времен, он не может прийти, родиться в мире, в котором еще не готов к его приходу. В этом смысле очень странно, как бы, это очень сильно противоречит христианскому подходу, который говорит, что мессия вот пришел и спас. Там как-то все иначе. Явно, что тогда, что мир наш еще не готов к этому приходу. Уровень человечества еще не достиг того, что Монету называет уровень братства, уровень правильных взаимоотношений между человеком и человеком. Мы продвигаемся по этому пути, но еще не дошли до него. Поэтому пока все человечество не поднимется на этот уровень, оно не может родить из себя настоящего мессию, который будет олицетворением вот этого поколения. Поэтому вот этот термин «бен Адам», «сын Адама», он, я думаю, его нужно понимать в двух смыслах, как… Ну, не только в двух смыслах. Он, как бы, приобретает еще другой смысл, когда мы говорим про сыновей реальных Адама, да, тайны Эвеля. И когда мы говорим просто про человека, когда он «бен Адам». Но тот «бен Адам» с большой буквы, о которой говорит Рабаш Кенази, который будет мессией, и он может появиться тогда, когда все поколение находится на уровне «бен Адама». То есть это и конкретный человек, и все поколение. И похожие вещи говорит Рабаш Кук, когда он говорит о том, что, исходя из того, что написано в Талмуде, мессия – это не обязательно конкретный человек. Мессианские времена – это не обязательно времена, когда этот человек приходит в мир, а мессианские времена – это какой-то период. Мессия – это, может быть, период. И там Рабаш Кук говорит, у него есть представление о мессии «бен Иосеф», сыне Иосефа, и Машеф «бен Давид», Машеф «сын Давида». Это периоды, какие-то истории. Когда приходит период раскрытия конечного избавления, тогда приходит и человечество, все поднимается на уровень этого Машефа, и появляется Машеф «сын Давид». Кто-то хочет что-нибудь добавить, может быть? А, кто-то уже сказал. Нет проблем, технически просто скажи, когда поднимать файл. Я у него готов. Да-да-да, давай. Можешь поднять файл, а если у кого-то есть вопрос, то можно спросить. Ну, исходя из того, что вы говорили в первой части, получается, что власть авторитета только имеется в виду, чем отличается принципиально от империи. То есть, что Израиль просто как духовный авторитет будет в этот период и не в плане какой-то административной власти, потому что империя как раз же может силовым образом влиять на тех, кто в нее входит. Понятно спросил? Касательно вот первой части про отличие империи и того, скажем так, процесса, который вот возглавляется Израилем. Так, секунду. У меня такое ощущение, что Нехама как-то выпало, нет? Да, 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 повисло. То есть, вопрос был понятен, но реакция Нехама непонятна. Не-не, она зависла просто. Ну, хорошо, у нас немножко вопрос завис. Окей, Седар, ну, подождем. А, да, вот она, Зона Нехама. Да, мы тебя ждем, ты выпала из действительности. Купи новый компьютер, но сейчас не поможет. Если можно, вводи по новой. Давай. Давай. Еще раз, потому что я не дослушала. У меня просто выключился компьютер. Фантастика. Ну. По первой части, что вы говорили, не насчет вот Бен Адама, а насчет соотношения империи и вот того процесса, который возглавляется Израилем. Как я понимаю, здесь разница получается во власти. То есть у Израиля будет в этом, когда это все реализуется, скажем так, духовный авторитет только. Потому что у империи как раз есть административно-карательный аппарат, да? Я поняла. Я думаю, это да, но это не главное, не главное отличие. Даже если, допустим, представим себе, что нету какого-то карательного, административного элемента, а просто задача империи ставить себе индокринацию, да, навязывание своей идеологии всем другим государствам, всем другим народам. Неважно, это успешно или неуспешно. Иногда удается подавить какую-то культуру, и мы иногда видим, как это происходит. Я не хочу сейчас в примере приводить конкретные, но западная культура, западный взгляд на вещи. Иногда очень сильно влияет на восточную. Восточная влияет на западную. Она не подавляет. Есть какое-то взаимное влияние, оно помогает, я думаю, в будущем поможет вот этой картинке, которая разрушилась, снова составиться, потому что дает возможность элементы, которые одной культурой проявляются в другой, они как бы дают возможность взаимопонимания, взаимосуществования. Самое главное, что идеологически каждая империя, каждая культура, которая захватывала другие народы, она пыталась навязать свой взгляд на мир другим народам, считая его абсолютно верным. Не понимая, что это только часть картин. Израиль себе такой задачи не ставит. Он вообще говорит, давайте, ребята, объединим все картины в ней. Понятно, да? Ну, не совсем, потому что тоже ведь, если с этой точки зрения посмотреть, то есть как бы господствующая идеология, ну, базовые принципы. В смысле, что они там плохие или неправильные, наоборот, но тоже ведь, получается, есть какая-то цитальная идеология. Есть базовые принципы, конечно. Но я думаю, что эти базовые принципы, это не те, которые отправляют вот эту картинку, взгляд на мир, ментальность какого-то народа. Понимаете? Да, это нечто общее, без которого общее согласие, например, без которого просто нельзя эту картину построить. Во-первых, нам необходимо понимание именно вот этого принципа. Когда все народы осознают этот принцип, что не надо подавлять другого, а что можно сосуществовать, найти общий фундамент и построить общую картину мира для всех, с этим придется им согласиться, это то, что вытекает из некого действительно общего фундаментального подхода. Но при этом действительно может быть тонкое различие. Вы правы, что есть какие-то вещи, которые народы примут или приняли, но они не относятся к их характеру, к характеру народа. Трудно сказать, что характер народа предполагает обязательно идолпоклон, или разврат, или то есть семь заповедей новых, в этом смысле они совершенно общие вещи, с которыми более-менее внутри некоторой базовой своей структуре все человечество согласно и понимает, что действительно нравственность на этом основывается. Понимаешь? А, в общем, я все понял, что здесь нет элемента принуждения, что общее только то, что действительно присуще всем. Да, 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 вы правильно спромулировали, да. Спасибо. по-сему. О, нет, это не то. Это не тот файл. Я же послала одиннадцатый. Ну, ладно, давай прокрути этот до слов, просто там я взяла уже с того места, который, нравственность там, глава, которая называется нравственность. Сейчас, секунду, да, нравственность еще не дошли. Ну, вот самое главное же у нас. Нет, по-моему, мы уже прокрутили. Так и называется нравственность? Да, называется нравственность. Да, первое слово нравственность, двоеточие. Нет, это? Нет, нравственность. Вот так должно быть, вот, нравственность, вот, видно? Двоеточие? Двоеточие, дальше. Дальше. Нет, это значит. Это? Да, да. Нравственность найдена. Давай. Здесь, в этой главе Рабочкин Ази, он подчеркивает некий новый аспект. Мы раньше говорили, что Всевышний создал мир для того, чтобы в нем дать возможность человеку свободы выбора, нравственного выбора, чтобы он этим мог стать партнером дворца. Но здесь, в этой главе, Рабочкин Ази подчеркивает некоторый новый аспект вот этого движения человека, нравственного выбора. И оно отражено в сголовке, что творение должно удостоиться получить по праву то, что оно получило из милости. Может быть, нужно сделать небольшое предисловие и сказать, что это довольно известный в лудаизме принцип. Почему Всевышний создал мир? Для чего он его создал? Для того, чтобы дать смелость, дать, сделать добро кому-то, находящегося вне него. И это то, о чем Рабочкин Ази много раз говорит. Это нравственный аспект. Для того, чтобы мне творца дать что-то кому-то внешнему, вне его. Зачем же тогда творец требует от человека, дает ему заповеди, требует от него нравственного поведения, правильного, свободного выбора, чтобы у человека не было, как это говорит наша традиция, называют хлеба стыда. То есть, чтобы человек, получающий даром все добро, не ощущал стыд. Когда ты какой-нибудь богач, как приводится в примерах, находит бедняка на улице, приводит его в свой дом, одевает, кормит, все о нем заботы, человек ощущает унизительное чувство стыда. Что получает все это не за дело, не за слугу. Он не хочет жить из милости. Не все люди это чувствуют очень сильно. У некоторых оно более сильное, у некоторых менее сильное. Но в природе человека ощущаете, в природе человечества, и в природе мира, что добро не должно быть бесплатным. Человек должен что-то, чем-то заслужить добро, которое он получает. Это общее такое представление эгоизма. Но маниту на это смотрит немножко иначе, как мы видим. То есть он, безусловно, согласен с этим. И это одно из общих положений в иудаизме. Его приводит Рамхаль, и на нем основывается Каббала Ашлага, который говорит о получении, давании, что получение – это человек должен уподобиться Всевышнему давать, а не получать. Что получение – это как бы в каком-то смысле обидное, унизительное. Получение – только получение. Тем не менее, когда мы говорим о вот таком взгляде, что Всевышний просто хочет дать человеку какое-то задание, ощущение такое, какое-то задание, чтобы он заслужил то, что он получает. Главное – мне дать. Ну, ты хочешь работать, ну, отпустиги розы в саду, получишь за это свое пропитание. Монитурь немножко по-другому к этому подходит. Это следует из всего того, что мы читали до сих пор. Он объясняет, что дело не только в том, что человеку неприятно получать даром, но что вообще цель творения в том, чтобы человек стал партнером Всевышнего, чтобы он реально в этом мире заработал свое право, эту милость, которую он получает. То есть все то, что ему дано, дано не просто так, а чтобы он реально стал партнером Всевышнего, реализуя, исправляя этот мир, приводя его к совершенству. Бог специально оставил мир в несовершенстве, и дал человеку изначально благо бесплатно, но в процессе того, как мы заслужим это право получать милость, мы становимся партнером Всевышнего, исправляя и доводя мир до совершенства. В этом все-таки мне чувствуется существенная разница, потому что там задача Бога просто дать благо, и мне собственно не так уж важно, что я делаю в этом мире, ну хорошо, выполняй заповеди, иди, все хорошо. А во втором случае я становлюсь очень активным частью творения, становлюсь партнером Бога, потому что он дал мне очень важный кусок им заниматься. Для того, чтобы я мог это сделать, я получил это благо. На первом этапе процесса творения, творения, человека квинтэссенция, творения получается в существовании из милости, как подаяние, как бесплатный дар. Это чудо рождения, после которого до момента в армице проходит период времени, тут есть аналогия с ребенком, полное милости. В это время человек наслаждается данным его существованием, и он не должен испытывать чувство вины за то, что он пока еще не оправдал его какими-то делами. Это годы милости и невинности. Однако взрослая религия не останавливается на этапе в армице и объясняет, что теперь нужно заслужить то, что было дано как дар. Получение этой заслуги делает подарок приобретением. То, что я получил, оно мое. Этот мир, который я исправляю, который я довожу до совершенства, становится моим миром, собственным. Тем самым увеличивает ценность подарка и также приносит исправление и усовершенствование в переживании получения этого подарка. Но это то, что мы говорили, что нету хлеба стыда, человек не чувствует унижения, что он живет как на подаянии. на самом деле перед нами три жеста милости от Творца. Мы не тут делим здесь на три разных этапа. Первая милость согласна аспекту милости, при которой человеку представляется его существование бесплатно, еще до того, как он заслужил его своими действиями. Вторая милость согласна аспекту закона, то есть Дин, или суда, по которому человеку предоставляется возможность и шанс заслужить это самое существование, которое он получил бесплатно своими действиями. То есть когда человек не хочет получать ничего бесплатно, он хочет все, чтобы было заслужено и только. Третья милость согласна аспекту истины, это сочетание двух разных аспектов, это когда человек фактически получает все добро и изобилие, которое ему причитается, согласно его действиям в соответствии со свободным выбором. То есть тут есть и милость, и есть закон вместе в правильном сочетании. Пока частный человек и все человечество находятся в первой фазе дарования милости, не может исполниться желание Творца отдать творению все причитающе ему добро в награду за правильный нравственный выбор. То есть то, что мы получаем из милости, мы получаем не все. Когда ты делаешь правильный нравственный выбор, ты поднимаешься на новую ступень и можешь уже заслужить получить что-то по праву. Творец пока еще недоволен творением. На языке кабалы у него нет нахат-рох, то есть покоя духа. Человек должен признать этот первый этап, как творительность, но для того, чтобы понравиться творцу, успокоить его дух, человек должен приобрести право на существование своими действиями. Прокрути, пожалуйста, Натан. Натан? Да, да. Прокрути, пожалуйста, на следующую страничку. Ты, если можно, напоминай мне, потому что я тут еще в двух других... Да, я тебе напоминаю. Секунду, ты немножко, немножко, чуть-чуть больше прокрутил, чем на. И тогда человек получает награду свою работу, ибо есть воздаяние за труд как мы увидим ниже, три прадца народа Израиля. Представляете три ситуации. Авраам переживал и воплощал в жизни и в милости. Он получил жизнь в качестве бесплатного дара. Как мы знаем, в принципе и в соответствии с делением каббалистическим на Досферот, там есть сфера милости, сфера суда и сфера истины Хесет, Ура и Тиферот. И она соответствует братцам, это Авраам, Ицхак и Яков. И в характер каждого из этих правилцев характер отражает именно эту сферу. Как Авраам сам получал вещи из милости, так и он и отдавал свою милость безграничную. И то же самое Ицхак. Ицхак всегда жил по суду и так он и не хотел и относился к себе, как его жизнь вся связана с аспектом гвуры, с аспектом закона, с аспектом мужества, а в Якове эти два свойства уравновешены в правильном соотношении. он получил жизнь в качестве Ицхак олицетевляет собой время мужества. Это то, что называется гвура, суда или закона, преодолевая стремление принять существующее бесплатно, то, что я говорила, когда он вообще не хочет принимать бесплатно, он хочет все заслужить, жизнь на земле заслужить, тем, что он сеет, он не одним из важнейших переживаний Ицхака, это переживание Акидар, то есть связывание Ицхака, он безропотно принимает закон суд повеления Всевышнего, для него нет никакой проблемы в этом пойти на стать жертвой. И много других еще примеров, в общем, здесь мы не можем это все подробно объяснять, в своем месте, конечно, Рабушкин Ази об этом говорит. Яков переживал, уплачал время истины на уровне называемом Израиле. То есть Израиль считает как бы милость и бесплатное получение и получение по заслугам. Он доказательств и подтверждение и реализация творения, которое получило свое существование в заслугу своих действий. Это творение теперь может стать лицом к лицу с Творцом на вершине своего существования и получить все добро, которое хранилось для него и положено ему по полному праву. Это не значит, что с приходом Якова как бы человечество уже пришло к цели своего творения. эти три персонажа в Торе они олицетворяют как-то сказать слово забыла Дегем но как бы являются моделью развития всего человечества. То есть на каком-то этапе человечества проходит этап милости, потом он проходит этап мужества, в конце он должен прийти перейти на этап истины, который должен прийти. Можно еще прокрутить немножко? Натан? Натан, Натан, прокрути еще немного. Обещание, данное Богом Аврааму в завете между развлеченными частями Брит Бен-Абитарим это обещание дарования и милости без всяких условий. Он вывел его наружу и сказал посмотри-ка небо и считай звезды ты сумеешь честь их и сказал ему таково будет потомство твое. И поверил он Господу и вменил ему это в праведность. То есть Бог ничего в этот момент Аврааму не требует. Он говорит видишь я тебя все дам. Это бесплатное обещание характеризует этап милости у наших прадцев. Я сожалею просто Натан я понимаю очень занят и не может прокурить. Так что я буду вкусно читать. Натан Ладно. Далее следует этап перехода отцов из состояния милосердия в состояние мужества. Авраам праведный живущий в аспекте милосердия способный получить божественную милосердие свободный дар данный ему творцом и познавший творца в его щедром лике рождает Ицхака. Ицхак праведник который познает другой лик единого творца лик мужества. Аспект мужества намекает на желание творца чтобы творение заслужило приобрело для себя по праву то что оно получило бесплатно. Превратило подарок в законное приобретение. Стих а вот родословный Ицхака сына Абраама Абраама родил Ицхака подчеркивает совместное участие братцев в этой работе олицетворяющей исправлении человека в творении. То есть начиная с Абраама переходя к Ицхаку. Для Равашкина еще раз подчеркиваю что для него важен переход от атакцин изменения дополнения исправления которые происходят от одного этапа к другому оно происходит из поколения в поколение. История идет как мы говорили в прошлый раз она не знаменуется событиями которые как-то влияют на людей. Наоборот у Равашкина люди это центр истории а события это как бы второстепенное то что происходит с этими людьми. Подобно тому как творец должен как бы преодолеть свое желание отдать все добро изобилия сразу он действительно не дает сразу все для того чтобы позволить творению заработать этого по праву то есть частично он дает это добро а частично дает возможность получить когда мы заработаем его по праву также и каждый человек и человечество в целом должны преодолеть желание получить это все бесплатное и приобрести и приобрести его по праву а не из милости мы видим тут параллель с одной стороны Бог ограничивает себя вот это гвура это мужество это суд или закон как мы это не назовем Всевышний ограничивает себя и не извергает на человека все добро которое он может ему дать в принципе он оставляет что-то сдерживает себя чтобы не дать все оставляет что-то чтобы дать возможность человеку это заслужить также со своей стороны это же свойство проявляет человечество которое не должно стремиться получить все сразу и бесплатно а наоборот должно это желание все подавить и хотеть получить это по праву а не из мил это очень важный принцип еврейской морали который намекает в стихе ненавидящий порядок будет жить как говорят в притчах то есть человек правильная жизнь это в принципе не жаждет как говорил Мичурин милости от природы то есть я в правильном месте слиха я был я был головой в другом месте я был да я поняла ты не в правильном месте я уже прокрутила таск иди у себя еще где-то секунду это уже слишком слишком не важно вернись 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 принятие творением своего существования начинается да не может полностью удовлетворить желание творца дать миру добро что значит принятие творением своего существования как бы я когда осознала что в мире есть творец я приняла то что мое существование оно целиком зависит от него но это недостаточно я понимаю что он мне все дал из милости прекрасно но этого недостаточно некоторые полагают что по простому рассуждению поскольку творец дает добро миру бесплатно то у человека нет возможности выбирать направление и цели собственных действий логика это логично что я и кто я меня Бог поместил в мир мне Бог все дал я всем плыву по течению делаю что могу что вы хотите от меня он всем заведует он все решает все в его руках а коль бы и дышал есть такая есть такая такой подход есть такой взгляд есть часть этой большой картинки да говорит все в его руках он мне все дает он всем управляет но второй части здесь не хватает не хватает той части когда а я а ты что ты тут делаешь тебе не просто все это так далее и нам трудно понять и осознать что это только первая стадия замыслотворения и что базарственный план не выполняется и не может быть завершен до тех пор пока сотворенный не приложит много усилий труда чтобы заслужить то что ему было дано как дар работа по приобретению этого права осуществляется в этом мире который является лишь подготовительной и переходной стадии для грядущего мера где каждый сотворенный получит то что он заслужил в соответствии с работой и усилиями вложенными здесь еще один абзац может быть я просто боюсь давайте прочтем еще нет нормально давай еще один абзац все происходит на уровне божественного плана цель замысла творения это мир совершенного добра когда нет понимания этих процессов то существует неразрешимое противоречие между определением творца как доброго и дарующего добро и между определением его как учредителя законов детерминизма тот кто сделал наш мир таким как он есть который работает по законам нашего мира который как бы совершенно детерминистский закон и где здесь творец хотя этот мир является важным этапом в системе приобретения заслуги на существование этот мир в котором мы живем я должен приобрести заслугу я должен заслужить свое существование но тем не менее это только временный и переходящий этап творец намеревался сотворить этот мир как место в котором у каждого творения есть возможность реализовать свой потенциал и получить этот мир по праву то есть это не просто хлеб стыда он тебе дал какой-то потенциал и ты должен этот мир исправлять и доводить до совершенства как об этом сказано как многочисленные дела твои господи всю мидр мудростью сотворил ты полна земля созданиями твоими мудрецы образно описали этот процесс так в этом мире нужно выбирать между путем начинающимся с колючек и камней и заканчивающимся в розовом саду и это путь старый то есть сначала трудно тяжело в учении легко в бою не совсем и путем начинающимся в розах и ведущим в бездну давайте все-таки остановимся потому что может быть мы говорим здесь мы не тут довольно подробно разбирают эту тему почему каким образом Всевышний дает добро каким образом человек должен заслужить это добро которое он получил и в результате получить еще большую награду и наградой этого является мир грядущего в котором действительно будет только одно добро но тогда человек будет партнером Всевышнего одним из создателей этого нового мира давайте убери пока это если есть какие-то вопросы или добавления народ спрашивайте быстрее у нас нет времени о я же видишь как оперативно ненавидящий подарки жив мне кажется это так категорично звучит я понимаю что не надо сидеть и ждать подарка действовать но в то же время когда если тебя подарят подарят то какая-то благодарность должна быть ну конечно да смотрите надо как-то объяснить во-первых что очень часто наши мудрецы в Талмуде и в более поздние времена и в нашей жизни они берут какой-то стих из Танаха и делают ему драж раскрывает его смысл помимо того прямого смысла который у него содержится в контексте в данном случае как раз происходит не совсем такая вещь он берет этот сомнительный как бы стих из Мишли который совсем непонятно почему ненавидеть подарки нужно и объясняет его гораздо более развернутом виде он говорит не то что вообще нужно ненавидеть подарки на первом этапе когда ты получаешь подарок получил свою свою жизнь подарок как Маниту говорит ты не должен чувствовать в этом вины так мир развивается вначале Бог дает миру и человеку и народу милость бесплатна много не всегда мы даже ее в состоянии усвоить реализовать и понять но тем не менее не всю потому что если дать еще больше мы просто не сможем с ней справиться человек должен на каком-то этапе понять что все что он ему дали это дали не просто так а для того чтобы он это реализовал свой потенциал чтобы он смог стать участником творения тем что он продвигает мир дальше тем что он работает вместе со Всевышним над творением мира он становится соучастником он оказывается что все добро которое он получил он получил недаром он получил для того чтобы его реализовать в правильном направлении и вот это продвижение правильная реализация она приводит к тому что мир становится лучше таким образом в этот мир попадает гораздо большее божественное свето. И мы получаем в нем больше добра. Спасибо. Можно также вопрос задавать? Давайте, пока. Так, ребят, только последний вопрос, потому что грядут большие события. Готовьте вопросы к следующему разу тогда, ладно? Денис, я слышу. Не-не, все, спасибо большое. Не-не, кто хотел спросить? Не-не-не, я не хотел никого пугать, пожалуйста. Один вопрос разрешили. Да, Нехама, у меня вопрос был по поводу того, что вы упоминали Авраама, Ицхака и Якова с такой позицией однобокой, да? Ведь Ицхак рождается только тогда, когда у Авраама появляется эта характеристика как гвура. И Яков только после того, как сбалансирован может передать это своим детям. В принципе, если говорить о том благе бесплатном, да, о котором вы говорили, как о материальном, то, в принципе, человек создан с потребностями, и воспринимать это как что-то, что нужно... Так, секундочку, это уже следующий вопрос. Второй вопрос, понятно, он ничем не противоречит. Так, человек так создан, с потребностями. И так его Бог создал, чтобы он нуждался в этом бесплатном благе. Но это бесплатное благо мы должны заслужить, мы должны понять, что мы... Оно не просто так даётся, а чтобы мы его отработали. То есть это некоторое внутреннее чувство человека, которое мы должны понять нашей совестью, нашим пониманием мира. По поводу Авраамы, Схак Якова, это как символы в данном случае, не как личности они работают. Действительно? Как символы вот этих трёх этапов развития человечества, трёх видов взаимодействия. Сначала там, действительно, когда человек молодой, например. Ну и вообще не то, когда он молодой. Это общий процесс, который всё время повторяется. Мы получаем что-то бесплатно, и потом мы должны сказать себе, или мы осознаём постепенно, что это бесплатный дар, я могу его отработать, я могу его использовать, я должен его использовать на то, чтобы продвинуть мир к его цели. И потом, когда я сделал что-то позитивное в этом направлении, тогда оказывается, что я приношу в мир новое благо. Это происходит из-за исправления мира, из-за того, что мир в состоянии воспринять больше божественного сферы. И в данном случае вот эти персонажи-тары, они выступают как символы. Мы не рассматриваем жизнь каждого из них в отдельности. Хорошо? Ребят, я дико извиняюсь. Да, спасибо. Можно заканчивать. Хорошо? Да. Если есть ещё вопросы, или напишите в чате, или к следующему разу, я буду рада ответить на них. Или то и другое. Напишите в чате, а я буду отвечать в следующий раз. Но в следующий раз мы уже встретимся после Песоха, я думаю. Да, спасибо. Спасибо. Потому что следующий Йом Хамиши это как раз первый день праздника. Спасибо вам. Это самое выходу на свободу, свободе и свободному выбору и так далее. Аминь. Те, кто хочет участвовать, в 8 часов будет Драша Рава Шерки традиционно Драша Капиталь называется Драша Шаббат Агадоль. Шаббат, который должен быть он называется Гадоль, хотя никого нет в синагогах. Пожалуйста. Нет, секундочку. Гадоль он называется потому, вы знаете, почему я просто два слова скажу? Так, два слова. Мама же два слова. Мама, это очень кратко. Все субботы, которые носят какие-то названия, это название берется из той авторы, из того, пускай, с пророком, который в эту субботу читается. В эту субботу мы говорим, и когда придет, вот я посылаю вам Илья у пророка, когда перед тем, как придет Елбашем в день Бога Агадоль в Эанурад, большой и стрепетный. То есть он называется Агадоль, она называется суббота Агадоль, потому что эти слова есть во вторе. А если бы я просто Великой Субботой считал, то тогда бы был Шаббат Агзола. Всем хорошо, суббота. Все, всем пока. И праздников.